Добрый вечер! Начнем второй урок по недельному разделу Ваикра. Это первый недельный раздел книги Ваикра, или как она называется, как ее назвали в синодальном переводе Левит и призвал Бог Муше и сказал ему из шатра откровения, скажи сынам Израиля, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертвоприношение Богу, то из крупного или мелкого скота подносите вашу жертву. Если из крупного скота жертва для всесожжения, то пусть принесет самца без порога. Жертва для всесожжения – это жертва, которая сжигается целиком, без остатка. Вся идет на жертвенника, вся сжигается. И пусть он возложит свою руку на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в искуплении себе. То есть, эта жертва приведет к тому, что Всевышний благоволит к человеку и искупает его грех. Если жертва это приносится за грех, заранее следует здесь оговориться, что речь не идет о нарушении каких-то запретов, жертва всесожжения, оля, то, что называется, приносится за невыполненную повелительную заповедь, а не за нарушение. И пусть он зарежет тельца перед Богом и принесут сыновья Аарона, коины, священники, кровь этого тельца к жертвеннику, со всех сторон окропят его, этот жертвенник, кровью. Дальше следующее действие. Освежует он, то есть, освежеватель начает снять кожу, освежует он жертву всесожжения, рассечет ее на части, и принесут сыны Аарона, священники, огонь на жертвенник, разложит дрова и разложит сыновья Аарона, священники, части жертвы, голову и жир на дровах, которые на огне, которые горящим на жертвеннике, внутренности и голени пусть вымоют водой и воскурит все священник на жертвеннике. Это жертва огнепалимая, благоухание, приятное Богу. То есть, жертва называется здесь Реах Нихоах, и буквально переводят переводчики, благоухание, то есть, то, что приносит удовлетворение Всевышнему. Так говорится о жертвах. Откомментируя этот стих, Рамбан пишет следующее. В этой строке Торы указывается, что жертвоприношения сжигаются в огне для того, чтобы доставить удовлетворение Богу. Буквальное значение текста. А Рамбан, еще раз уточнить, мы читаем сейчас комментарий Рамбана, Раби Муше бен Нахман. И вот во второй строчке этого комментария он цитирует здесь Рамбана, Раби Муше бен Маймон. И пусть с ним полемизируют. Так вот, Рамбан в его книге «Мурен и Вухим», путеводитель заблудших, пишет, что смысл жертвоприношения, Рамбан пишет это в третьей части своей книги «Мурен и Вухим», в которой целый ряд глав он посвящает смыслу заповеди, значению. Так вот, дойдя до вопроса о Корбанот, о жертвоприношениях, Рамбан пишет, что смысл жертвоприношений связан с тем, что египтяне и вавилоняне, в странах которых издревле жили евреи, поклонялись крупному и мелкому скоту. Еврейский народ происходит от Авраама. Авраам ушел из Месопотамии, из Междуречия Тигра и Фрлата, то есть Бавилония. Затем его семья переселяется в Египет. И вот только сейчас, после исхода из Египта, находится в Синайской пустыне, получает Тор. И в полученной Торе вот есть целый ряд глав о жертвоприношениях, самые различные виды жертв, которые нужно приносить сначала в переносном храме, который, то, что называется, Мешкан, переносной храм, который путешествует с еврейским народом по Синайской пустыне, а в дальнейшем, по прибытии уже в Российской пустыне, жертвы, которые должны быть принесены и в Иерусалимском храме. Зачем же нужно приносить жертву? В чём смысл этого культа? Конечно же, любой человек, знакомый с историей, скажет, ну, понятно, все вокруг народа в ту эпоху основное, основная религиозная практика людей в ту эпоху, практически все культы были связаны с жертвоприношениями. Все язычники, все долопоклонники приносили жертву своим божествам. Ну, значит, вот и евреи среди них тоже. Понятно, что это объяснение не удовлетворяет, потому что мы говорим сейчас о Торе, которую даёт Всевышний. Зачем ему жертвоприношение? Древний язычник верил в то, что, принося кровавые жертвы своему божеству, он сумеет его задобрить. Он тем самым утоляет его, утоляет аппетит этого кровожадного божества. Ну, а какое всё отношение имеет к Торе? Отвечая на этот вопрос, Рамбом говорит, действительно, люди все вокруг были язычниками, долопоклонниками. Ну, уж по крайней мере те, среди которых жили евреи, они были не просто язычниками, которые поклонялись идолам, они ещё поклонялись определённым видам животных. Египтяне. Что касается египтян, это вечно известно. Среди священных животных, почитаемых египтяне, были не только кобры и крокодилы, но были и быки, были священные и быки, аппис и менис. Был культ поклонения и овцам, в особенности в месяц Ниссан, когда это месяц, в который Солнце входит в созвездие Авен. Следующий за ним месяц, месяц Яр, когда Солнце входит в созвездие быка, тогда почитались особо быки, то есть эта вещь была известна. Это египтяне. И что касается Вавилонин, то они, пишет Рамбом, они поклонялись различным демонам, то, что называется в еврейской традиции шейдин, а образ, в котором эти демоны представлялись, это был козёл. Стало быть, те почитали вот этих демонов в облике козлов, но и жители Индии, Рамбом пишет, чтобы это не казалось его современнику в конце XII века, чтобы это не казалось ему странным, говорит Рамбом, но так жители Индии, они и до сих пор, если у них священные животные, они не станут до сегодняшнего дня, они не убивают коров, они посчитают их как священных животных, а вот тогда, во времена, когда была дана Тора, это не только индийцы, но это было широко распространено и среди народов, среди тех народов, среди которых живёт народ Израиля. Именно поэтому, продолжает Тора, повелела нам Тора резать эти три вида животных в жертву Богу, ведь Тора здесь подчёркивает в тех главах, которые мы сейчас проходим, что жертвы приносятся из крупного или из мелкого скота, что это означает конкретно. Конкретно это означает, крупный скот имеется в виду, коровы, быки, а мелкий скот – это всего лишь два вида животных, два вида домашних животных – это козы и овцы. Больше никакие животные в жертву не приносятся, может быть, жертвы приношения из птиц, но из животных только эти три вида. Почему эти три вида? Я бы сказал, наверное, потому что это основные домашние виды животных. Рам объясняет по-другому. Это те самые виды, которым древние язычники поклонялись. Именно их, повелела Тора, приносить в жертву Богу для того, чтобы стало ясно, приношением этих видов в жертву Всевышнему будут искуплены грехи, то есть грехи человек свои будет искупать именно принесением в жертву вот этих самых трех видов, которых остальные люди почитают за божество. И несмотря на то, что подобный поступок и глупоклонники считаются величайшим грехом, как-то так взять божество и зарезать его, именно так, именно зарезать его, и именно вот это и есть исполнение заповедей, именно это и есть служение Богу. Тем самым человек, приносящий эти жертвопоношения, выбьет у себя из головы остатки атовизмы языческого мировоззрения. Так, продолжает Рамб, излечиваются от ложных верований, которые в сущности являются душевными болезнями, а от всякой болезни и всякого недуга излечиваются при помощи противоположного воздействия. Рамбом здесь последовательно, он нередко пишет, что нарушение в области духовной жизни человека нужно рассматривать как болезни, есть болезни физические, а есть болезни духа, человеку, которого ложные мировоззрения, человеку, который не в состоянии совладать со своими отрицательными качествами, инстинктами и так далее, такой человек просто нужно рассматривать как человека заболевшего. Ну, а здесь Рамбом оказывается, что называется, на своей площадке, Рамбом практикующий врач, и он переносит принципы, свои медицинские принципы, на основе которых он строит уход за больными, переносит их и на сферу духа. Есть параллель. Духовная и материальная – это не два мира, которые существуют один без другого. Они, безусловно, между ними есть, безусловно, параллель. Поэтому можно перенести принципы врачевания тела на врачевание духа. Это то, что Рамбом пишет там в Рене Вухим. Именно так следует излечить людей от ложных верований. Что такое ложные верования? То есть ложное мировоззрение – это тоже болезнь, только болезнь духа, а не болезнь тела. А как лечить от болезни? Рамбом – мой принцип лечить болезнь. Если человек… Что означает болезнь? Это ситуация, в которой в организме что-то неправильно действует. То есть есть уклонение, отклонение от правильного функционирования организма. Что нужно делать? Нужно перетянуть в другую сторону, в другую крайность, для того, чтобы в конечном итоге всё выправилось, и организм вернулся к своему нормальному функционированию. То есть болезни излечаются при помощи противоположного воздействия. То же самое и здесь. Если есть болезнь духовная, то есть люди не излечились от влияния язычников, поклоняющихся животным, то именно принесение тех самых животных, которым поклоняются язычники, в жертву, оно излечит еврейский народ от ложного мировоззрения. Такова точка зрения Рамбома. Мы уже приходим здесь к тексту Рамбана. После того, как он процитировал Рамбома, он резюмирует такова точка зрения Рамбома, и он её там подробно излагает. Здесь было только краткое её изложение. Следует тут же подчеркнуть, что Рамбом не выдумал этого объяснения. Это не попытка Рамбома рационализации непонятных вещей. Рамбом практически всегда всё, что он пишет, имеет источник в словах мудрецов, в Азаль, в Талмуде, в Медрашим, так и здесь. Здесь есть Медраш в Аикра Раба, который прямо так и говорит. В Египте, зачитываю текст Медраша, переводим. В Египте сыны Израиля были страстно увлечены идолпоклонством. То есть ассимиляция в Египте была настолько сильная, что евреи увлеклись культами местного населения и приносили жертвы козлам, как написано, и чтобы, в дальнейшем имеется в виду, чтобы не резали более жертв козлам. Это не значит, что поклонение было самим козлам. Козлов, в конечном итоге, животные, не больше того. Но с виду, они поклонялись духам, которые вселялись в козлов или которые, может быть, олицетворялись козлами. Имелось в виду, шейдин, демоны, как сказано в другом месте, жертвы приносили демонам. Они приносили эти запрещенные жертвы на возвышениях, и на них обрушивались несчастья. Поэтому Всевышний сказал им, приносите мне постоянные жертвы в мешкание, чтобы отдалиться от идолослужения и тем самым обрести спасение. Ну, прямо так и сказано. Что Всевышний повелевает приносить жертвоприношение. Для чего? Для того, чтобы отдалиться от этой вот ужасной практики принесения жертв животным. Это источник для рамбома. В принципе, эту точку зрения рамбом и изложил. Теперь я возвращаюсь снова к тексту рамбана. Текст рамбан – это деврей-авай. Деврей-авай – специфическое выражение иногда может означать, что это просто ерунда, чушь. Понятно, что рамбан не будет так выражаться о том, что писал рамбан, в особенности, даже если он расходится и резко расходится во мнениях с рамбаном. Рамбан же в конечном итоге только цитирует Медраж, и рамбан не может его не знать. Поэтому вполне можно согласиться с переводчиками, которые перевели, что то, что он здесь пишет, деврей-авай, имеется в виду это преувеличение, это явное преувеличение. Такое объяснение на самом деле создает больше проблем, продолжает рамбан, чем разрешает. Это объяснение, комментарий рамбана не разрешает проблемы в понимании текста, а наоборот больше создает проблем. Более того, оно еще и оскверняет стол Бога. Здесь он цитирует цитату из пророка Малахи, который обвиняет коэнов, священников, в пренебрежительном отношении к служению в храме, в результате которого для них в их глазах стол Бога, то есть священник, оказывается, осквернен. Ведь согласно подобной точке зрения, жертвенник существует только для того, чтобы избавить от ложных воззрений нечестивцев и глупцов. Что такое жертвенник, что такое храм, который является, казалось бы, центром всего-всего служения Бога? Это просто средство такое для того, чтобы избавиться от ложных воззрений, не больше того. На первый взгляд, это просто низводит самое возвышенное и самое центральное служение до… А ведь Тора… Ну, а может, оно так и есть? Может быть, это мы не понимаем, может быть, это мы зря делаем из жертвоприношений нечто такое возвышенное и центральное. Нет, ведь сама Тора говорит, что жертвы – это Всевышний называет их Ишай, то есть это огненный хлеб, приносимый для чего? Сказано здесь – для того, чтобы доставить удовлетворение Богу. Названа здесь жертва Реах Нихуах, Ише, то есть огонь, который зажжен для Всевышнего, Реах Нихуах Ля Шем, то есть удовлетворение, то, что приносит удовлетворение Всевышнего. И все же не очень понятно. Аргументы, которые выдвигает Рамбан, они, может быть, сами по себе аргументы, то есть как можно себе представить, что весь культ жертвоприношений существует только для того, чтобы отучить людей от ложных мировоззрений. Вот это понятный аргумент. Но ведь это же не вопрос к Рамбану. Рамбан в конечном итоге только не цитирует, но, по крайней мере, строит свое объяснение на словах Медраша. Поэтому, если есть претензии, претензии должны быть к Медрашу, а не к Рамбану. В чем Рамбан здесь виноват? А, скорее всего, дело вот в чем, что, как мы объяснили раньше, то, что пишет Рамбан здесь, то, что он хочет сказать, что это преувеличение. То есть, конечно же, то, что написал Рамбан, имеет место. Так мудрецы говорят, так говорит Медраш. Но Медраш говорит именно о принесении жертв в Мишкане, в соборном шатре, который был в Синайской пустыне сразу по выходе из Египта. Там можно себе представить, действительно, это самые первые годы, которые еврейский народ существует самостоятельно, освободившись от египетского рабства. Вот здесь вот принесение жертв можно объяснить тем, что необходимо отучиться от ужасных египетских привычек. В Египте поклонялись быкам, овцам, козлам, еще кому-нибудь. Вот от этого надо отучиться. Это все замечательно. Но ведь Рамбан в книге Мурена Вухим объясняет не по суг-сторе, он объясняет смысл заповедей. А заповедь – это жертвоприношение, она на века, она в дальнейшем относится и к Иерусалимскому храму, и не только к тому, который был и который был разрушен, но эта заповедь на самом деле обязывает и в дальнейшем. Когда нам удастся с Божьей помощью отстроить Иерусалим и храм, то нужно будет выполнять эту заповедь жертвоприношения. Не забудет сказать, а вы знаете, в наше время это уже не модно, не политкорректно, не еще как-нибудь животных убивать. Заповедь обязывающей. И Рамбан ее объясняет. Как же можно объяснить заповедь принесения жертв, которая дана на все века только тем, что необходимо избавиться от ложных мировоззрений? Да, в Медраши это сказано, но Медраши это говорит только по поводу короткого периода пребывания в пустыне. Тогда, безусловно, эта заповедь, которая была дана, пока я ее не знаю для чего, но помимо всего прочего, она еще и имела то самое позитивное влияние, что она отучила людей, отучила евреев от египетских мировоззрений. Но это не может быть единственным объяснением. Возвращаясь к Рамбан. Да и болезнь египтян невозможно было бы излечить таким способом. Теперь он уже начинает спориться с самой логикой, что в действительности это смысл и цель жертвоприношений в том, чтобы отучить евреев от египетской практики. На самом деле это так. Наоборот, следовало опасаться, что при помощи жертвоприношения этих, эта болезнь, о которой говорит Трамп, только усугубится. Почему? Ведь согласно безумным воззрениям упомянутых нечестивцев, которые поклоняются созвездием овна и быка, силы этих созвездий воплощаются в соответствующих животных. И преклоняясь перед этой силой, они не едят баранов или быков. То есть, нужно понять… Ведь очевидно же, что люди, может быть, как называют их роман здесь, нечестивцами, но не дураки же. Ведь не поклоняется же человек тому, что ниже его, животному, безмозглому, тупому животному, который может только, как народ говорит, уставиться, как баран на новые ворота. Баран же – это просто символ тупоголовости. Как же ему можно поклоняться? Да, конечно же, не ему поклонялись египтяне. Египтяне поклонялись своим божествам прежде всего звездам, созвездию овна, созвездию быка и другим. Потому что они верили, что вот это вот божество, соотнесенное ими со звездием овна, оно свою силу, оно олицетворялось, воплощалось в конкретных овец, которые на земле. Не овцы – божество, а звезда – божество. Далекое, мерцающее, загадочное – вот это вот божество. А оно уже воплощается вот в конкретных баранах, козлах и так далее. Только что, поскольку в нём эта сила высшая воплощается, то зарезать его и сделать из него шашлык из этого барашка – это святотатство, конечно, ни в коем случае. Но если придут сейчас люди-жвецы и скажут нам, вы знаете что, вы вот этого самого барашка не делайте из него шашлык, вы его принесите в жертву Богу-творцу. Не исключено то, что язычники вместо того, чтобы видеть здесь святотатство, скажут – вот это очень здорово как раз. Конечно, ведь никто же из них не верит, что тот самый бык или козёл или овен и так далее – они верховные божества. Мы говорим о язычниках, которые верят во многих богов. Но есть же там целый Олимп, целый пантеон такой. И где-то там не отрицает это язычник, что где-то есть верховное божество, которое там порождает другие божества, которое создаёт другие божества и так далее. Поэтому если такое рядовое божество, как овен или как бык, приносится в жертву верховному божеству, это может быть очень даже здорово, не будет здесь никакого… То есть само действие принесения овец, быков и козлов в жертву Богу вряд ли сработает как противоядие против египетских мировоззрений. Наоборот, быть может, они только усилятся и усугубятся. Если уж действительно отучать людей от этого гастромбана, надо было придумать другое средство. Если этих животных принести в жертву Богу, то, возможно, идолопоклонники воспримут это как уважение и почёт. Скажут, о, смотрите, даже евреи, которые поклоняются верховному Богу, Бог богов и ещё что-нибудь, что они делают? Они приносят в жертву наше божество. Значит, наше божество – это действительно божество, это не просто фирма веников не вяжет. Мы поклоняемся настоящим божествам. Доказательство тому, что евреи приносят в жертву верховному Богу. Очень даже здорово. И поклонявшиеся золотому тельцу тоже приносили ему жертву. Ведь если бы принесение жертв, говорит Рамбан, изличало бы от идолопоклонства, то вспомним, что произошло с еврейским народом, когда он, это было его самое жуткое, странное, страшное падение, создал золотого тельца. И поклоняли золотому тельцу. И что делали? Просто поклонялись ему? Да нет, жертву приносили. Но ведь жертвы, как говорит Рамбан, должны отучить людей от поклонения животному. Здесь поклонялись тельцу. И понятно, какому тельцу поклонялись. Не случайно телец, это был телец сходный тем самым тельцам, которым поклонялись в Египте, скорее всего. И ему приносили жертвы. И никакого противоречия между жертвоприношением и между культом животных у них не возникало. Стало быть, как можно объяснять то, что принесение Богу в жертву баранов, овец, козлов и быков каким-то образом излечит людей от язычества? Да и сам Рамбан упоминает, что и долпоклонники приносили жертвы луне в начале самого каждого месяца, а также солнцу в дни, когда поднимается в определенные созвездия. Эта же вещь была принята, как указывается в книгах. А разве не разумнее было бы излечить их болезнь, если уже искать противоядие, если уже искать действительно способ излечить людей от язычества, надо было бы принять куда более крутые меры. А именно, уж лучше просто повелеть, просто поедать их священный скот в своё удовольствие. Если мы хотим, чтобы люди отучились от поклонения животным, нужно им сказать следующую вещь – вегетарианство строго запрещено, веганство уж не. Чтобы не было никакой вообще мысли о том, что животное – это объект культа, объект поклонений, нужно его есть. Шашлык из него делать. Египтяне поклоняются барашкам – замечательно, шашлык из него. А в других номах поклоняются быку – на бифштексе. И вот пусть они видят, и пусть сами евреи, которые вчера ещё поклонялись, или, по крайней мере, почитали этих самых богов, пусть они сами едят и жуют это самое вчерашнее божество. Вот этим они действительно отойдут от всяких выдал поклонств. Это им строго запрещено. Понятно, что язычникам, которые поклоняются животным, это им строго запрещено. Вызывает отвращение. Абсолютно неприемлемо в их глазах. Попробуйте сегодня где-нибудь в Индии предложить кому-нибудь зарезать корову и съесть её мясо. Святотаство, ужасно. Итак, очередной аргумент Рамбана против объяснения Рамбана, что если уже говорить о излечении, то само принесение животных в жертву Богу вряд ли кого-то в состоянии отучить от язычества, а уж если искать способ отучить от язычества, то нужно было куда более радикальный способ, куда более действующий, а именно повелеть их есть и всё. В своё удовольствие. Никаких культов. Следующий его аргумент. Да ведь и Ноах, вышедший из Ковчега со своими тремя сыновьями, когда в мире не было ещё никаких вавилонин и египтян, принёс жертву Богу. И они тоже были приняты. Об этом сказано «и обонял Бог приятное благоухание», то есть те же самые слова «рех», «нихуах», то есть та вещь, которая приносит воскурение, которая приносит удовлетворение Всевышнего. Зачем нужно было Ноаху со своими тремя сыновьями приносить жертву? А что тогда были язычники, которые поклонялись животным? Да не было их. Если и были язычники, они все потопли. Они уже все давным-давно превратились в нефть. Нету их. Всего людей на земном шаре в этот момент исключительно только Ноах и его сыновья. Нужно сейчас кого-то отучивать от поклонения животным? Конечно, нет. Ни в коем случае. А зачем же тогда приносили жертву? Для чего это нужно было? Значит, есть какая-то другая цель. Более того, разве Ноах был первым, кто принес жертву? Тора рассказывает нам, кто был первым, кто принес жертву. Идея жертвопоношения впервые возникла у Каина. А вслед за ним его брат, глядя на то, что он собирается приносить жертву, он тоже принес. Правда, Каин принес. Каин был земледельцем, поэтому он принес в качестве даров Всевышнему плоды земли. А Эвель, будучи скотоводом, он уже принес животных. В времена Каина и Эвеля не было никакого язычества, никакого делопоклонства. Оно возникает только в первый раз упомянутого в поколении Ноша. Много-много лет после смерти Эвеля. А зачем же тогда Эвель приносил жертву? Некого было отучать тогда от язычества. Да и не нужно это было. Еще один аргумент. А Всевышний говорит о жертвах, приносимых в святилище. Жертвоприношение – мое. Хлеб – мой. Огненные жертвы – мне. В благоухание – приятное мне удовлетворение. Не дай Бог подумать, будто в жертвах не было вообще никакой пользы и смысла, кроме как отучить людей от пагубного влияния египетских и вавилонских культов. Это аргументы Рамбана против объяснения Рамбана. Ну, теперь мы хотим выслушать, а что же предлагает сам Рамбан. «Гораздо более достойное внимание иное объяснение смысла жертвоприношения», пишет Рамбан. «Поскольку поступки человека складываются из замысла, речи и непосредственно практических действий». То есть наши поступки, наши действия есть три этажа, на которых человек действует. И обычно его какие-то действия происходят либо на всех трех этажах, либо, по крайней мере, на двух из них. А именно человек думает, у него есть замысел, воля, желание, мысль, разрабатывает план, как это сделать. Затем есть часть речевая. Человек озвучивает свои решения, свои желания, свои планы. И затем он уже при помощи органов тела физически исполняет это действие. Вот это три этажа человеческой деятельности – мысль, речь, действие. И если так, то Всевышний повелел, чтобы согрешивший человек приносил жертву, действуя на тех же самых трех этажах, возлагал руки на ее голову, искупая практическое действие. Человек, приносящий жертву, есть перед тем, как ее забивают, действие называется смеха, то есть нужно возложить силой, опереться на нее, возлагая руки на югу. И в этот момент человек должен произнести видуй, то есть исповедь, в которой он признается себе в своих грехах. Практическое действие – то, что он опирается на жертву, накладывая руки на ее голову. Речь – это его исповедь, признание в грехах, тем самым искупает свои греховные речи. И дальше сжигал на две внутренности, связанные с турными замыслами и вожделениями. Отжигаемые части голени, они соответствовали рукам и ногам человека, с помощью которых он совершал грех. Человек отправился ногами в то место, где можно было согрешить, он руками действовал. Он окропляет жертвенник кровью. Почему? Потому что душа человека связана с кровью. И выполняя все это, он должен осознавать, что согрешил перед Богом и телом, и душой, и заслужил на самом деле того, чтобы была пролита его кровь и сожжено его тело. Если бы только не милосердие Всевышнего, который принимает за него замену и искупает это вот этим самым жертвоприношением. Он принимает кровь за кровь, жизнь за жизнь и части тела жертвенного животного взамен органов его собственного тела. Ну и человек еще дает дары коинам, наставникам Тора, чтобы они молились за него. Итак, духовный корень жертвоприношений в чем? Это искупление греха. То есть, состояние греха означает, что человеку нет места в этой жизни. Человек, который нарушил волю Всевышнего, а воля Всевышнего является единственной причиной существования всего мира и человека в нем. Значит, человек, который жил вопреки воле Всевышнего, нет у него места в жизни. Но только Всевышний принимает вместо него жертву. Это не значит, что человек откупается, как пытаются в некоторых странах откупаться от полицейского остановившего водителя, нарушителя, когда водитель пытается сунуть ему деньги, чтобы откупиться от него. Здесь речь идет совсем о другом. Вот этот духовный корень жертвоприношения в том, что человек вместо того, чтобы реально отдать свою жизнь и реально принести свою жизнь на жертвенник, делает это только мысленно. Основы этого главные жертвоприношения, которые описаны в Торе, это Акидат Ицхак, жертвоприношения Ицхака. Что там было? Авраам готов был выставил на испытание. Он готов был сделать то, что, как он понял, от него потребовал Всевышний. Он уже взял в руку нож. И тогда его остановили. Ангел возвестил ему, «Алтишлахит хайлена ар, не протягивай свои руки к юноше и не делай ему ничего». Но он пришел для того, чтобы принести в чертоприношение. Сказано, «И тогда Авраам поднял глаза и увидел барана, который запутался в чаще рогами». Совершенно не случайно там, на том месте, где должно было произойти жертвоприношение, оказался баран, запутавший в чаще рогами. «И принес его в жертву всесожжение вместо его сына». Тора подчеркивает «тахат бно» – вместо его сына. Вроде бы понятно, достаточно было бы написать здесь просто. Авраам увидел барана и принес его в жертву всесожжение тем, что Тора подчеркивала вместо его сына. Она учит, как говорят наши мудрецы, что каждое действие принесения жертвы, которое совершал Авраам, его мысль при этом была, чтобы это зачлось, чтобы это засчитано ему было, как будто бы он в действительности сделал это со своим собственным сыном. Это то, что Тора нам дала в истории жертвоприношения Ицхака. Это и есть основа всего дальнейшего культа жертвоприношения. И так писал Рабей Нуйона, что человек в тот момент, когда он приносил жертву, он должен был не просто присутствовать при этом, а он должен был думать. Рабей Нуйон, Владыка мира, тебе известно, что я хочу выполнить твою волю. И если я согрешил, то я понимаю, что мне бы хотелось принести тебе в жертву самого себя, отдать свою жизнь, которая мне дороже всего, за тебя только что. Но по своему милосердию ты не желаешь смерти людей наоборот. Ты хочешь, чтобы они жили и служили тебе, поэтому прими кровь животного вместо моей крови, его жизнь вместо моей жизни и так далее и так далее. Это то, что человек должен думать. Если чуть глубже, то получается здесь такая штука. Человек согрешил, против него есть иск. Только не в человеческом суде. Медат-1, небесный прокурор, или атрибут правосудия требует человека к ответу. Что означает Медат-1? Медат-1 означает, это не способ наказания человека, Медат-1. Дин происходит от слова «дай», «довольно», «достаточно». В отличие от любви, в основе всего творения, в основе всего существует любовь, любовь Всевышнего, его желание давать, его желание дарять, которое и дает жизнь всему, всему безразличия, всему без разницы, всему. Известно, любят… Любят ли того, кого, кто заслужил любви? Конечно же, нет. Любят всех, даже тех, кто не служил. А вот Дин правосудие требует одного – чтобы жизнь давалась только тому, кто ее заслужил. «Дай», «довольно», «достаточно». Есть у тебя право на существование – ты существуешь. Нет у тебя права на существование – не существуешь. В рамках правосудия тот, у кого нет права существовать, он просто не существует. А человек, который согрешил, и тем самым он жил вопреки воле Всевышнего, и есть ли у него право на существование – нет. Вот отсюда и выходит вот этот вот иск – ты согрешил, ты тем самым перечеркнул свое право на существование – одно из двух. Либо ты действительно перестаешь существовать, либо ты каким-то образом искупаешь то, что ты сделал. Как это может быть? Искупаешь – может быть, слово нехорошее. Опять же, в нем есть некоторый оттенок такого – дачи, выкупа, взятки. То есть по-другому. То, что требует Мерас, вот этот атрибут правосудия, он требует, чтобы тот, кто потерял право на существование, вновь его обрел. А как можно его обрести вновь? Только исправив то, что было сделано. Другой возможности существовать нет. В рамках любви Всевышнего, в рамках хесед можно существовать и не исправить. Жизнь дается человеку, жизнь взаймы. В рамках Медад-1 – правосудие – это невозможно. Правосудие Всевышнего, оно является духовным корнем и того, что называется огнем. Огонь – физическое явление. Но у каждого физического явления есть его духовный корень. Духовный корень огня происходит, проистекает из Медад-1, из того самого атрибута правосудия. Что такое огонь? Огонь уничтожает все. Все? Все, да не все. То, что слабее огня, органические вещества, всякие прочие, конечно, огонь это уничтожит. Но если через огонь проходит железо, то огонь не только что не уничтожает железо, а закаляет железо. А при помощи огня происходит и очищение металлов, то есть все примеси, все то, что наносное, все то, что примешивает и загрязняет, все это уходит благодаря огню. А остается только чистый металл и еще и закаленный. Так и Медад-1. Все, что противоречит правосудию, все это должно быть уничтожено, все это должно прекратить существовать. Но цель – не уничтожение и не прекращение существования, а цель, наоборот, существования. То какое существование? Сильное, выдержившее огонь, закаленное существование, существование по праву, существование по справедливости. В этом смысл действия медат-1, того самого атрибута правосудия. Соответственно, человеку, который согрешил, ему необходимо пройти через процесс жертвоприношения, когда на жертвенник кладется животное, а ведь именно животные инстинкты, животные страсти и влечения человека, они привели к тому, что он нарушил, совершил проступок. За который ему и нужно принести эту жертву. Вот все это необходимо сжечь. Все это должно в огне исчезнуть, и тогда останется человек очищенный, человек, который сможет существовать уже по праву. Корень всего этого действительно, как мы сказали выше, это Акида, то есть жертвоприношение Ицхака. Ицхак был пассивным во всем этом. Мы говорим о жертвоприношении Ицхака, но действующее лицо там только одно – Авраам действует, а Ицхак. От него не требовалось никакого действия, только одного – желания, только согласия. Он должен быть. Не сопротивляться, не убежать. Вот и все. В остальном он пассивен. Он подчинился. В этом смысл здесь этого жертвоприношения, как и говорит Рамбан, что человек здесь физически ничего не делает. Он не отдает свою кровь. Он не отдает свою плоть. Он только думает. Он только соглашается. Здесь есть только согласие. И оно-то на самом деле и является искупающим действием. Огонь... Огонь уничтожает материальное. Символика этого очевидна, что вот эта вот материальная, физическая жизнь, не связанная с более высоким уровнем существования человека, с духовным уровнем, со смыслом его существования, который выражается в законах, который вот это вот чисто животное начало, оторванное от духовного, оно должно быть сожжено, оно должно уничтожиться. Огонь уничтожает физическое, которое не связанное с духовным. Что значит физическое, не связанное с духовным? Физическое, связанное с духовным, это когда человек ест, он ест кошерную пищу, например, которая полностью разрешена законом, он ее ест за субботним столом, в честь субботы, в честь великого субботнего праздника, праздника по... праздника сотворения мира и так далее. Это физическое, связанное с духовным. Человек любит свою жену, человек сочетается браком, изближается со своей женой для того, чтобы исполнить заповеди, необходимые здесь. И, среди прочего, он еще и исполняет заповеди, прорву и так далее. Это физическое, связанное с духовным. А физическое, не связанное с духовным. Это само по себе. Для чего человек ест? Вкусно, потому что. А это нельзя, это запрещенное. Ну да, запрещенное, зато вкусное. Очень хочется. Вот он ее и съел. Несмотря на то, что она была запрещена. Или увлекается он не своей женой, а чужой. Или еще какая-то запрещенная ему женщина. Это физическое и бездуховное. Вот это все огонь, жертвопоношение должно уничтожить. А остается после этого только то физическое, которое связанное с духовным. Символика какая? Животное. Баран. Тупое материальное животное. Сжигается в огне. И во что оно превращается? В дым. Нечто такое эфемерное. Почти как духовное. То есть есть здесь вознесение чисто физического в нечто духовное. Более того, грех почему произошел? Потому что у человека были, были у него желания, были у него влечения. От самых примитивных влечений, вот какой-то запрещенной еде, до более тонких влечений, какой-то особи другого пола. Если эти влечения запрещенные, то они тоже должны сгореть. До этого горел, горела, горел огонь страсти. Который привел человека к тому, что он согрешил. Это причина греха. От нее надо избавиться. И написано в зоре, что есть огонь, который пожирает огонь. Нам известен огонь, который пожирает дрова, керосин, газ. А есть огонь, который пожирает огонь. Это огонь жертвенника. Огонь яйца рара, огонь страсти и влечений привел к тому, что человек согрешил. И этот огонь нужно уничтожить. Он может быть уничтожен. Есть, кстати, если уж точнее говорить, то, что сказано в зоре, эшухэлитэш, огонь, который пожирает огонь. Я сказал, что это огонь жертвенника. Там это упомянуто по поводу гейно. Там это упомянуто по поводу того, что называется ад. Грешник, который не исправил свои грехи, в конечном итоге он попадает в ад. Что есть в аду? Ну, это все, кто знает. В аду есть огонь. Да, но от этого огня сигареты прикурить невозможно. Там огонь другого рода. Там огонь, в котором уничтожается огонь яйца рара. Огонь страстей запрещенных, огонь запрещенных влечений. Если человек не хочет туда попасть, не хочет попасть в этот огонь, ему нужно этот самый огонь яйца рара, ему нужно сжечь его еще при жизни. Как это делается? При помощи жертвопоношения. Огонь жертвенника тоже уничтожает, сжигает все те страсти, которые привели к греху. Что значит, он их уничтожает? Он уничтожает на уровне желания человека. Человек стыдится той страсти и того влечения, которое привело его к нарушению закона. И выражая этот стыд своим жертвоприношением, принося на жертвенник свою жертву, человек и помогает себе то влечение, которое привело к греху, его уничтожить. Это не значит, что выйдя из храма, он уже полностью избавится от влечения и на завтрашний день уже точно не согрешит. Нет, к сожалению, это может повториться заново. Но, по крайней мере, то, что привело, то, что в прошлом было, то, что привело его к греху, к нарушению, вот это ему необходимо сжечь. И, наконец, еще одну вещь. В этом огне должны сгореть человеческие фантазии. Почему человек согрешил? Под влиянием влечения его воображение нарисовало ему картину, что это такая замечательная вещь, это такая прекрасная вещь. Либо та еда, запрещенная, которую он хочет съесть, либо чужая жена, с которой он хочет ромать. А на самом деле, на самом деле, это же смертный грех. Ничего, кроме смерти, небытия, ужаса, здесь ничего нет. Но человек представляет себе, живя в ложном воображении его, он живет в этом ложном воображении, в этом искусственном мире, который он создал. Это пища запрещенная, не яд, а на самом деле, прекрасный благоухающий кусок мяса. А это чужая жена, она на самом деле… Это все ложь. Это все ложный мир, который человек создан. Он не может жить в ложном мире, он должен жить в настоящем мире. А для того, чтобы жить в настоящем мире, нужно просто уничтожить, сжечь этот самый придуманный им виртуальный мир. И этот мир должен сгореть в огне жертвенника при помощи жертвоприношения. Это то, что достигает жертвоприношения. Так объясняет Рамбан. Здесь у нас возникает серьезный вопрос. А именно, все, что говорит Рамбан до сих пор, это относится только к жертвам грешников. Есть такие очистительные жертвы, есть хатат, есть ашам, очистительная жертва за грех, повинная жертва, они все есть. Но ведь Тора начинает не с них, Тора начинает с других жертвоприношений. Он от всесожжения, которые приносят мне грешники. А есть вообще еще и тмидим, то есть жертва, постоянно приносимая ежедневно, дважды в день. Но она же не приносится, как искупление за грех. Поэтому все это объяснение, как бы оно нам не нравилось, но оно относится только к очень небольшой части жертвоприношений, к повинным и к очистительным жертвам. А все остальные для чего? На самом простом уровне можно было бы ответить так, поскольку люди не могут не грешить. И, скорее всего, люди грешат каждый день, поэтому Тора и повелела каждый день приносить тмидим, каждый день приносить постоянные жертвоприношения дважды в день, поскольку люди обязательно-обязательно согрешат. Но очевидно, что это может удовлетворить вопрос намного сильнее, чем ответ. Поэтому для того, чтобы понять вещи более глубоко, нам придется продолжить эту тему, а здесь вот сейчас мы только остановимся на этом полуответе, когда вопрос оказался сильнее, чем ответ.